Пьет алкоголь, гуляет до утра. Можно такой дисклеймер? Это все его бурные фантазии. История реальная нашего знакомства, она очень простая. Это не совсем так было. Вот. Видишь, мне кажется, что ухаживали и бегали за мной. Вы еще вставьте фотографию Алишера в 25 лет. Не могу не спросить, какой он отец? И жесткий, и в то же время очень классный. Потом Дарья говорит, а если я выйду замуж за китайца? Мадина такая, может, тетки за корейца лучше? Раньше я всегда приходила, хоть он виноват. Как обычно. Есть вероятность, что может быть параллельной вселенной. Иногда ты тоже бываешь виноват. Никогда. Да. Такого не может быть. Я так сильно переживала, потому что он там сначала подарил ламборгини. Я думаю, ничего себе. А она на Санта-Фе ездит. Я беру эту девушку, веду к нам домой. А его мама так отреагировала, типа, тише, тише, тот же гость. И я начинаю плакать. Зачем вы пришли на это? Всем привет, я Тимур Баламбетов. Добро пожаловать на мой канал. Каждый выпуск напоминаю вам о том, как можно легко, бесплатно слушать, смотреть наши выпуски. Один из новых способов – это платформа Изи. Оператор развлечений, игры, фильмы, музыка. Все в одном приложении абсолютно бесплатно. Устанавливайте, смотрите нас там. Конечно, подписывайтесь в YouTube, ставьте нам лайки, комментарии. Если вам удобно слушать нас в аудиоформате, то мы есть на всех аудиоподкаст-платформах. Скачивайте, слушайте. Пять звездочек, не забывайте. Я же спешу вам представить моих сегодняшних гостей. Гостей именно, потому что у меня сегодня здесь вот прямо рядом чета, семейная пара. И сейчас на квадратный сантиметр рекламы станет гораздо больше, чем обычно, потому что у меня в гостях Мадина и Алишер Еликбаевы. Добро пожаловать. Спасибо большое. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть. И спасибо, что вы согласились. Я знаю, что это не часто происходит. Мадина, я пытался найти интервью в YouTube, не нашел. Есть только одно, когда Динара приходила, Саджан, к вам в гости. И есть поздравление Меги с десятилетием. И все. Вот. Больше ничего не нашел. Почему так? Я впервые на интервью. Да, это большая честь. Я очень рад. Спасибо. Вы прекрасно выглядите. Благодарю. И ты тоже очень хорошо выглядишь. Все, что можно было, рассказал тебе на предыдущих двух интервью. Поэтому можешь сконцентрироваться вообще на ней. Да, мы шутили за кадром, что мы исправим сегодня историческую несправедливость. Попытаемся понять, на самом ли деле, все так, как рассказывает Алишер. Потому что в основном рассказывает Алишер. Ну, когда он мне сказал про ваше приглашение, я спросила, а что я буду говорить? Он говорит, ну, вообще, твоя задача только смотреть на меня и восхищаться. Поэтому. Поэтому, как всегда, скромно. Да. Как говорит Алишер, мир вращается вокруг меня. Просыпаюсь мыслями о нем. Засыпаюсь. Да, и Мадина тоже вращается вокруг калишера. Ее мир как раз-таки вокруг меня и должен вертеться. Надеюсь, это взаимно. Ну, конечно, безусловно. Супер. Часто в перерывах между съемками или, например, в длительных перелетах хочется поиграть во что-нибудь увлекательное. Конечно, если вы геймер, то знаете, что многие крутые и популярные игры требуют достаточно серьезных мощностей от девайсов, на которых вы будете их запускать. И тут Samsung своим новым флагманом Galaxy S23 Ultra вновь меняет правила игры с новым, уникальным процессором Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy. Благодаря этому крутейшему процессору S23 Ultra превращается в полноценный игровой девайс, позволяющий вам играть на самых высоких настройках. Более того, вы получите отличное изображение и преимущество за счет большого экрана и высокого фреймрейта. Просто посмотрите на эти яркие, сочные, насыщенные цвета у меня в руках. А еще девайс очень долго держит заряд, несмотря на то, что я играю на максимальных настройках. Заинтересовал? Тогда переходите по ссылке в описании под видео и оформляйте новый флагман Galaxy S23 Ultra уже сегодня. Как ваши дела вообще? Расскажите, мы уже в 23-м году с вами. С Алишером мы два раза разговаривали в рамках проекта Ербатер. Это было, по-моему, два года, почти два года назад. До этого у нас, да, это было давно. Я приходил на Гаку. До этого на Гаку, да, мы прям сидели и в прямом эфир, по-моему, разговаривали. Да, я рассказывал тебе про ботокс, как мы сегодня вспомнили. Вот, я вернулся на тот момент из Кореи. Ботокс сработал. Да. Как сейчас ваши дела? Что нового? Что происходит? Нет, не вы. Нет, все хорошо. Готовимся к Кирикбай Фэмили Бокс 8 марта. Я видел. Вот. Ну и параллельно свои дела. Да. Я занимаюсь мультфильмом. Да, я видел. Ну, как я не видел. В общем, я рассказала об этом моя спруга Лаура, и я думаю, ничего себе, мультфильм. У меня, на самом деле, да, написано в шапке профиля продюсер анимации. Я иногда так переписываю начинающий мне вот вклад. Убери, уберите начинающий. Я говорю, да я же начинающий. Говорит, нет, уберите, все, вы продюсер, все хорошо. Расскажите про проект. Анимационный? Ну, больше такое на социальную тему. Вот. Мультик, над которым я сейчас работаю, над идеей, она про социум, как он давит на нас, на наше желание. Вот. И на самом деле, когда я его презентовала вот в финале продюсерского воркшопа, я проходила его в прошлом году, там были представители Paramount Russia, Nickelodeon, и их заинтересовал этот мультфильм. Да, у нас было даже такое, что мы продумывали идею для... То есть у меня был короткометражный, я думала, на фестивале, и тут нужно было его адаптировать больше на сериал. Вот. Но потом, я не знаю, наверное, все-таки связано как-то с войной. Что-то там мы подавали на конкурс, результаты так и не пришли. И даже вот представители из России говорят, мы даже не можем сказать, что произошло. Ну, все. Ну, и сейчас я уже его хочу адаптировать под полнометражный мультфильм. И вы его хотите осуществить своими силами теперь? Нет. Ну, не то чтобы, это я понимаю, что это командная работа. Я имею в виду, не продавая какому-то большому там мейджеру или кинокомпании. Ну, я вот дописываю, мне вот буквально, на самом деле, мне осталось вот просто отправить ребятам, показать им новое видение. Вот, там посмотрим, может быть, так и будет. Сначала короткий метр, может, его отправим на фестиваль. Потому что есть такие истории, примеры, когда там тот же Тим Бертон покупал, например, 9, это был сначала короткометражный мультфильм, и он потом из него сделал, помню. Да, и, по-моему, даже Оскар у них был, да, если не ошибаюсь? Или они номинировались, чтобы такое было? Ну, что-то и 9. Вот. Супер. А вообще это давно появилось? То есть я вижу, что есть стоп-моушен, есть живопись, интерес. То есть я видел картины, которые вы пишете. Как это случилось? Как к мультфильму пришла? Вообще, как-то дети ночью вдруг захотелось, чтобы я им рассказала сказку. Я не рассказываю сказки, я могу читать книжки. Но тут они говорят, нет, не надо нам ни из интернета, ни из книги, сама придумай. И я вот сидела... Аутентичную историю, пожалуйста. А? Оригинальную какую-нибудь историю, да, с которой вы придумали? Да, да. Вот. Я им рассказала одну историю, они так смеялись, им так она понравилась, и они ее каждый вечер уже просили рассказывать. Вау. И я в какой-то момент подумала, почему бы не издать книжку. А потом сама себя прислушалась к себе и поняла, что я же всю жизнь хотела что-то вот такое более масштабное, масштабное, призналась себе, что да, хочу, хочу мультфильм. И вот так начала идти маленькими шажками пока в ту сторону. Потом вот Игорь Цай запустил Эпицентром продюсерский воркшоп, пошла туда, потом на сценарий воркшоп и вот так. Сейчас у меня уже в арсенале, в голове, ну и на бумажке уже несколько идей. Ммм, ну супер. А ты знаешь эту историю? Конечно. Хорошая история? Ну, прекрасная, я считаю. Ну, она же ее защищала, я смотрел, засчитал. Это вторая история. А, это уже другая? То есть несколько идей. Вот в этом месте вставь, пожалуйста, мультик, который она сняла к моему 32-летию, 10 лет назад. Он есть на Ютьюбе. Игорь Цай. Это первый опыт. Недавно она копошилась в вещах, нашла рисунки с этого мультика, который был снят. Я не показала какие-то бумаги, и там вот все, вот эта прорисовка каждого кадра. Посмотри, помнишь этот мультик потом? Вот, и это классно, что спустя 10 лет мы обнаружили эти рукописи, вот, которые доступны. Это был мой день рождения, 31 год мне было, и 32. 31, 32. Здорово. Ну, вот, если возвращаться к этой истории, которая так зацепила, вкратце можно что-то вроде синопсиса о чем-то? Или об этом нельзя рассказывать? Ну, и... Мультфильм, который вы хотите создать. Ну, я сказала это вот про то, как... Социум вы сказали? Хорошо. Ну, очень интересно, заинтриговали, будем ждать, и я надеюсь, что это получишь в скором времени. Потому что я знаю нескольких ребят, которые пытаются создать полнометражные мультфильмы, и у них уже уходит на это, ну, там, 2-3 года, и все время какие-то стопы, все время какие-то проблемы не получаются. А так хочется, чтобы у нас была своя анимация. Отлично. Вы прекрасная пара, я вижу вас часто на мероприятиях, ну, и в Ленде. Часто? Ну, а почему нет? Мы очень редко ходим на мероприятиях. Ну, у Мадины я часто вижу на мероприятиях. Ну, у Мадины есть жизнь, она... Мадина инфлюенсер, а вот ты нет. Пьет алкоголь, гуляет до утра. Что ты придумаешь? Кстати, можно такой дисклеймер? Все, что будет сказано про меня, против... Ну, не в мою пользу, это все его бурная фантазия. Весь негатив, это выдумано. Все, все выдумано. Все выдумано, в принципе. Он же пиарщик, ему нужно максимально сделать так, чтобы он выглядел. Он создает легенды, поэтому вот, да, и занимается этим в вашем случае. Почему так мало ваших, скажем, появлений вместе, вот таких публичных, если вы говорите об интервью и так далее, нет предложений или вы отказываетесь обычно? Как это выглядит? Ну, на самом деле, первый раз вы предложили. И если ты заметил, я не сказал, что да, мы придем. Я сказал, можно я напишу Мадине? Не, причем я еще думаю, можно я сейчас напишу Мадине и спрошу? Думаю, окей. Потом еще что-то я спросил тоже. Сейчас я напишу Мадине и спрошу. Да, потому что здесь нет такого, чтобы я говорил, нет, ни в коем разе, мы не придем вместе и все остальное. Просто я понимаю, что у нее свой график, я на нем настаиваю, чтобы у нее была своя жизнь, свои друзья, свои путешествия, потому что всегда у меня аудитория обижается, что я нигде не беру с собой Мадину. На самом деле я ее беру, просто не во все. А если я буду во все путешествия брать с собой еще Мадину, мы ничего не будем зарабатывать на этом, ну, потому что она будет всю шапку забирать себе. И поэтому я понимаю, что у человека есть свое расписание, у человека есть свои проекты, которые движутся параллельно с моими, и поэтому нужно у нее спросить, вообще хочет она? Если бы Мадина сказала, нет, я не хочу, я бы не стал настаивать и говорить о том, что ты должна пойти к Тимуру на интервью. А, то есть ты все-таки не абьюзер? Ну, она считает, что я абьюзер все равно. Я считаю, что нет. Понятно. Ну, вот одна из форм абьюза, которую я часто наблюдаю, ты все время изобретаешь легенды о том, как вы познакомились. Да. То есть раз за разом, раз за разом. Ну, потому что как бы у женщины есть свои фантазии на тему знакомства, то есть которая тоже не всегда очень близка к истине. Так, поясни, в смысле? Ну, как бы история реальная нашего знакомства, она очень простая. Вот она пришла в Мегу с подругой, я был с другом, мы познакомились, начали общаться, ну, понравились друг другу. Ну, это не совсем так было. Вот. Видишь? Так, подожди, сейчас мы поймем, кто говорит правду, а кто, может быть... Нет, ну, так, но без деталей ты говоришь. Да, то есть мы познакомились в Меге, мы ходили играть в Лазер Страйк, мы начали общаться в кофейне друг друга приглашать, ну, и, в принципе, потом так получилось, что я проснулся женатым человеком, да. То есть в ее интерпретации это всегда какие-то совершенно другие истории. Даже не рассказывай за нее. Как было на самом деле, Меге? Вообще, я как-то подумала, как жаль, что я не скринила все его истории, можно было целый сборник такой издать. Афоризм. Ну, 100 вариантов, да, знакомства Мадина с Алишером. 51-ое свидание. Это было в Меге, и у меня подруга общалась с его другом, и она говорит, как-то пойдем, нас зовут поиграть в Лазер Страйк. Вот, и нас было там человек, не так, что мы были с другом, а у нас подруга, там, 4 человека сидеть. Нас было там где-то человек 10, вот. В команды. Да, и он меня, кстати, убил, я помню тогда. Ах ты, Купидон. Да, 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 в сердце, да, именно. Запомнила же? Да, да, вот. Все, потом просто так, они потом начали назвать на YBW шоу, там. Мы начали привозить артистов в Comedy Club, и мы приглашали красивых девушек. Вот, одной из красивых девушек была Мадина, второй красивой девушкой была Ружан Жадзебекова. Вот, третья красивая девушка, тоже очень известная, но она не очень любит, когда мы ее называем. Хорошо, а чувства возникают параллельно в этот момент, или кто-то делает первый шаг, и кто-то потом... Еще одна штука, где я считаю, что первые шаги все делала она, на всем настаивала она, а она не любит говорить об этом, и говорит, что, ой, он так красиво ухаживал, он как бы за мною бегал. Я думаю, ну ладно, если в своей вселенной так все было, пусть будет так. Поэтому мне приходится выдумывать эти истории, потому что мне кажется, что ухаживали и бегали за мной. Вы еще вставьте фотографию Алишера в 25 лет. И там, где он говорит, ухаживали и бегали за мной, вот, посмотрите, вот на это. Не, ну я тебе сразу понравилась. Да, не скрою. Очень красивая девушка. Вкус у вас хороший. Еще пару раз. Я считаю, что и с каждым годом моя жена становится все красивее и красивее. Наоборот, сейчас я, как бы вчера мы смотрели фильм, снятый к 30-летию торгово-развлекательных центров Мега и Астана Групп, вот, и там были фотографии Мадины в юности. И она была такая щекастенькая. Я говорю, слушай, ну ты сейчас гораздо красивее стала. Вот она говорит, о нет, там такая... Зато юная. Детская, юная припухлость такая в щечках. И все остальное. Ну, я, как бы, считаю, что моя супруга становится красивее год от года, да. Это здорово. Я говорю, это правда. Это моя заслуга. Я иногда лишь могу подловить. Я помню, вот, в прошлом году в Октау мы шли вечером, и что-то Дарья спрашивает, а что такое на хромой козе не подъедешь? Я говорю, ну, дочь, это вот про маму. Я, например, это вот к маме невозможно было подъехать на хромой козе. Типа, папа все пытался, пытался. И я такая достаю камеру, а теперь скажи мне это на камеру. Он говорит, выключи камеру, выключи. Ну, так, посмеялись, конечно. Нет, ну, она девушка с Самала. Ты знаешь, что такое Самал был в те годы, да? Она алматинка коренная. То есть я все равно из аула. Ну, то есть я приехал в Алмату, да? То есть и, безусловно, был какой-то, наверное, комплекс провинциала, но, тем не менее... Бегала она. Ты знаешь... Чего-чего? Но, тем не менее, бегала она. Ну, вот, понравился девушке Самала, начала бегать за мной. А тебя что-то привлекло? В чем? В Мадине. В ком? В Ком? В Мадине? Да. Ну, в принципе... Что тебя зацепило? Почему ты решил, что я должен за ней бегать, раз уж мы расставляем... Нет, прямо такого не было, что он бегал. Мы просто общались долгое время. Это как дружба началась? Да, просто как дружба, общение, и периодически он отправлял, там, может, на 8 марта, ко дню Святого Валентина, просто букет. Я еще немного не понимала, потому что это было, раз отправит, и все, там, может, какой-то... И пропал. Знаете, как это бывало, что он отправит, помню, такой конвертики, получая на работе, открывает, там, два билета кино, и подпись «Не хочешь пригласить меня в кино?» И я такая, вау, привет, я думаю. Вот, то есть, и получается, он все, он как бы сделал все, чтобы я пригласила его в кино, и я такая, привет, как дела? Не хочешь сходить в кино? Он такой, о, классно. За давностью лет я этого не помню. Я где-нибудь найду этот билет? Да. Не билет, там, конвертик. А, ну, супер, вы храните такие вещи? На самом деле, это было очень оригинально, это было интересно, и, по-моему, Алишер первый отправлял вот эти букеты из мишек? Нет. Сладостей? Да, фруктов, ягодов, да, да. Как-то подарил. А, в трансетрах не было, в Казахстане. Еще, причем, он подарил как-то игрушку, это был заяц без рук. Ну, то есть, это было все как-то вот такое, то, что очень... Криповенько, сегодня бы сказали. Не, о, если ты увидишь этого заяца, ты тоже влюбишься в него, он очень классный. То есть, я в Таиланде его увидел и подумал, что, ну, классно было бы купить его Мадине, вот, то есть, ну, не было такого, чтобы я там сторожил его возле дома, звонил на Зойлева, такого не было. Периодически такой, привет, и как раз, там, опять. Ну, в какой-то момент все-таки такая прям активная фаза встречаний, когда вы сама определились, как влюбленные друг в друга, заинтересованные друг в друге люди, настала такая фаза? Все как-то логично. Или когда, ну, просто ребенок родился в какой-то момент? Нет, нет, нет. Все как-то произошло само собой. Не было ничего такого вот... Вот у меня там есть друзья, у которых все происходило ярко, со скандалами, с выяснением отношений, со всеми делами. У нас ничего похожего не было. Да, то есть, мы просто логическим образом оказались вместе. И, как бы, она не сильно эмоциональная, я не сильно эмоциональный. Ты не сильно эмоциональный? Я вообще не эмоциональный. Нет, в личной жизни я вообще не эмоциональный, да. Я интроверт. Ты интроверт? Абсолютно интроверт. Я не люблю людей, я местами мизантроп. Я очень люблю быть дома, в пижаме, никуда не выходить. Вот. Просто это часть моей профессии. Ну, то есть, и поэтому, как бы, для меня социальные сети — это идеальная платформа, потому что ты можешь быть один, но при этом там больше 200 тысяч человек следят за твоей жизнью. Интересно. Вам соцсети так же по душе? Вот вы тоже больше предпочитаете как-то от публичности подальше? Ну, сейчас я уже привыкла, а до этого все-таки это был, наверное, выход из зоны комфорта. Ну, много лет назад, лет еще 10 назад, потом постепенно, потому что Алишер же там раз, где-то там отметит меня. Например, там, когда я была в положении, никто об этом не знал, ни с первым, ни со вторым ребенком. Например, максимально всегда старалась там прятать лицо. Потом она не была зависима от социальных сетей. То есть, я уже зависел от социальных сетей, потому что это был заработок, это было время, которое я там проводил, мне там было интересно. А Мадина, она наоборот говорила о том, что ты давай, пожалуйста, проводи больше времени со мною. Вот. А потом вышло наоборот. То есть, у меня это превратилось в работу, куда я должен заходить, а у Мадины это стало времяпривождение, она огромное количество времени начала проводить в Инстаграме. Ну, потом это вылилось же в стоп-моушен. Да. Ну, здорово. Я, кстати, хочу спросить про аккаунт, я, может быть, вы где-то об этом говорили, просто я не знаю. Почему Мадина 037? Ну, я даже не знаю, у меня, по-моему, даже с 2005-го или там с какого-то года, у меня… Так называется аккаунт просто, я поясню, да. Почта Мадина 037. Нет, с 2009 года. Я просто в какой-то момент я стала замечать, что когда нужно принять какие-то решения, у меня там… И ты ищешь ответ извне, да? Ну, например, там, на время смотришь или еще что-то там, бывает же, там, так, если будет там четная цифра, то да, там, если нечетная, там, типа, то нет. У меня стала преследовать цифра 37. И я что-то такая, раз-раз, это my lucky number. В моей жизни очень много эзотерики, вот, то, что практически отсутствует в моей. Но ты тоже ходил к нумерологам, ты мне рассказывал. Не ходил я к нумерологам. Я оказался случайно один раз, да, то есть у нумеролога, и который пальцем в небо попал на много событий в моей жизни, я был удивлен, но и на этом поход гороскоп мой закончился, потому что это не должно выглядеть, как я хожу, там, к гадалкам или, там, читаю гороскоп каждый день, такого нет. То есть то, что у меня на телефоне есть гороскоп, это не означает, что я туда заглядываю. Я заглядываю, там, раз в полгода в гороскоп. А у тебя есть ценность? Есть приложение гороскоп, оно когда-то было скачано, и оно уведомления присылает каждый день, но я не успеваю их читать, то есть я захожу туда еще реже, чем в тикток, допустим, в тиктоке я вообще раз в год захожу. Вот, поэтому у меня эзотерики практически нет, у меня нету вот этого всего высокодуховного, там, нумерологии, нутрициологии, сучай, как бы мастер-майнд и там... Мастер-майнд — это не эзотерика. Да. Вот, и у меня этого всего нет, я очень приземленный в этом вопросе, да, то есть у нас за вот эту часть отвечает Мадина. Вы к этому открыты, ко всему. Да, мне нравится. Какие-то конкретные практики у вас, вот, постоянно в тиктоке жизни? Нет, ну, про эзотерику, нет, ну, вот я не увлекаюсь там, цифрологией, нумерологией, там, что у меня сейчас есть, я практикую кундалини-йогу, медитации, что еще? Все? Нет. Ну, и в целом, я люблю поговорить, пришлось так, когда мистика про привидения. О, ничего себе. Сны. Сны. Ну, сны, это казахское, ну, это вот, это какой-то культурный код, мне кажется. Не, ну, как бы, с точки зрения меня, как человека, очень такого прямолинейного, для меня это, ну, просто очень странный мир, ну, то есть я проснулся и забыл об этом сне, то есть я на нем не акцентирую внимание. Мадина может плакать, переживать. Последний раз ей приснилось, что я ушел к Ольге Картунковой из «Однажды в Россию». Вот. И, как бы, я ей говорю, успокойся, я здесь, я рядом. А он ушел к Ольге до всех изменений и похудения новых зубов или уже к оттюненной Ольге он ушел во сне? Нет, это было, по-моему, не совсем, а он такой типаж. Ага. Нет, вот такая здоровенькая в теле, да, и она такая… А ей стало обидно, что от нее ушли… Нет, это было на самом деле очень… Ну, во сне же ты не понимаешь… Ну, я не понимаю, что это сон. Реалистично было, да? Да, и я так сильно переживала, потому что он там сначала подарил… Ничего, когда мы будем сон обзоровать? Ламборгини, я думаю, ничего себе. А она на Санта-Фе ездит, понимаешь? Нет, даже не это. Ей ламборгини, ни за что, ну, не знаю, там, ну вот, а я тут должна… Иди, работай, иди, ты должна то делать. Ну, какие завышенные, какие завышенные требования? Я беру эту девушку, такая, веду к нам домой, как раз к у нас дома, там, его родители, это… Я к его маме говорю, вы посмотрите, что происходит. А его мама так отреагировала, типа, тише-тише, тут же гости у нас там, это все нормально. Для меня это было как так? Я отхожу, и она остается у нас дома. Вот просто она остается, а я оказываюсь на улице. Ну, вот, и я тут потом, думаю, все, прихожу уже опять, думаю, соберу свои вещи. Она уже со своими подругами у нас дома. И, ну, то есть, представляете, вообще, я это переживаю. Я сижу, думаю, что у меня есть идеальный тизер просто. Идеальный кликбейтный тизер, где люди подумают, что Алишер привел домой вторую… Ольгу Картункову, да. А ты представь себе, я все это выслушиваю потом. Я должен чувствовать себя виноватым, понимаешь? Я тебе говорю, я могу сказать, что я знаком с такими ситуациями. Да, и у меня там было, я пишу, бывает, утренние страницы, линейные благодарности, вот. И он лежит, и Алишер мне говорит, типа, вот что кто-то, это же, типа, твое личное, почему оно вот здесь вот так лежит? Я говорю, ну, это же было мое пространство, которое, вот, я доверяю тебе, я доверяю детям. И для меня это было таким предательством, и я просыпаюсь, и вот такая тяжесть, и я начинаю плакать. И, то есть, я понимаю, что мне нужно, я поняла, что я хочу сейчас теперь проплакаться, потому что эта тяжесть… Надо, да, и злить просто, не носить у себя. Да, и не выдерживаю, у меня издаю злой, просыпается Алишер, и такая, блин, вот теперь плакать нельзя. Он говорит, перестанет плакать, а он не любит, когда плакать. А я очень не переношу слезы, то есть для меня… Любые или именно женские? Нет, любые, то есть, как бы, я сам плачу, там, раз в 20 лет, вот. Последний раз плакал в прошлом году, когда у нас дочь заболела, вот. И поэтому для меня, как бы, ну, как бы, слезы – это просьба о помощи, ну, то есть, и просьба такая, что что-то случилось очень серьезное, вот. И поэтому я говорю, ну, блин, не надо плакать, пожалуйста, да, там… Не, ну, это же серьезное переживание, ну, это испуг. Это сон, ты давай не подыгрывай ей. Ну да, нет, в том плане, что я говорю, это сон. Нет, я здесь, на стороне Матвины. Она проснулась, и еще где-то, ну, час, наверное, я еще должен был чувствовать себя виноватым, понимаешь? Насколько она боится того, что вот ваша жизнь может прекратиться в том виде, в котором она есть, что ты можешь свихнуться и уйти к Картунковой, ты понимаешь? В этом время Оля икается там где-то в Москве, понимаешь, от того, что какой-то казах к ней. Ушел от другой казашки. Понятно, что это сон, но мне кажется, да, чувствам иногда валидация какая-то нужна тоже. Ну, просто что. Зато такая. Успокаивай иногда. Не, я успокаиваю, но мне же смех разбирает, ты же понимаешь, что в такой ситуации мне нужно посочувствовать, а мне смешно, ну, от того, что это произошло, понимаешь? И мы на полном серьезе рассуждаем то, что я не ушел от нее, что я здесь с тобою. Мне когда еще... Ой, простите. В одной комнате. Да. Еще был, я говорю, ты ушел. Ты как Картунковой. Он такой, Картунковой. Почему именно к ней, понимаешь? Ну, то есть, там же есть кто-то посимпатичнее, наверное, кто-то, ну, как бы из нашей эстрады. Ну, поближе. Поближе, да. Не, я очень уважаю Олю, она очень талантливая, я считаю, да, то есть... Ну, к ней бы ты не ушел, да, ты хочешь сказать? Ну, пока не увижу, пока между нами не произойдет химия, я не могу ответить на этот вопрос. Вот видишь, можно было вот так спокойно с ней обсудить это? Мы и так спокойно. И вот так же я срывался на смех, понимаешь? Спасибо, что поделились, это крутая история. Спасибо, что сделали мне тизер. Обращайся, да. Если пообщаешься с моей женой, этих тизеров у тебя будет. Я, вот последнее наше с тобой интервью, которое было в вашем, в вашей квартире, еще в Есентай, да? Там же, где мы сейчас живем. А, вы там же живете. Да, точно. Да, мы приходили, вот тоже с моей командой снимали, и я помню, что тогда рассказывал, что вы ждете ваш новый дом или квартиру, как это правильно, в новом комплексе, который строится в городке. Вы все еще не въехали. Да. Что там происходит? Ну, потому что ремонтом там занимается моя жена. А, ну, то есть дом вам сдали, все хорошо, вас никто не кинул. Мы ждем мебель. Вы ждете мебель. Она идет, она изготавливается. Ну, я пытаюсь поторопить. Ну, в целом, обязательство своей компании перед вами выполнило. Ну, не совсем, там еще подъезд не закончили до конца. Ну, и потом, это такой дом, то есть ты выходишь, и сразу стройка. То есть прекрасный вид на стройку. Которая еще будет долго, да? Я подозреваю, что еще займет какое-то время, и мы единственная квартира в подъезде, которая будет готова. Сейчас. Есть фактически там 9 остальных квартир, они свободные, и там никто не живет. Нет, они делают ремонт. Да? Да. Ну, где-то, где-то там уже есть... Ну, 4 года прошло с момента, как мы пытаемся туда въехать. Мы на год заезжали в Висит Диапартненс. Да. Мы еще ребята, которые нам, контракт с нами заключали на аренду квартиры, они говорят, типа, слушай, ну, давайте заключим контракт сразу на 2 года. Я говорю, да я год поживу, у меня все будет готово, я перееду в Висит Диапартненс. Но они убедили меня, что надо на 2 года, да? То есть кто же знал, что мы больше 4 лет там проживем? Вау. Вам тоже поднимали аренду? Аренду. Да, конечно. Сильно? Конечно. Ну, нормально. У нас изначально была щадящая аренда, потому что они к нам по-человечески отнеслись с самого начала. И потом подняли цену до рыночных. Просто потому что вокруг все дорожало, и мы понимали, что так или иначе это коснется и нашей квартиры тоже. Ну, что вы же помните, что Арману с Кариной пришлось оттуда же съехать, потому что им подняли... Да, мы все обсуждали это одновременно, потому что мы же все живем в одном доме. Да. И одновременно подняли аренду им, Рамилю, который жил несколькими этажами выше, Бейбуту Алюбеку, нам. То есть мы все жили, вот с соседями были. Ничего, у вас такая резервация там? Там много кто жил, на самом деле, я устану перечислять, там, от Лориона, Ляна, там, заканчивая Русланом Берденовым, Кайратом Кудайбергеном, там. Это такой дом проходной. Ну, вы там закрепились. Мы задержались, но мы опять же думали, что мы ненадолго туда заезжаем. Понимаю. А потом мы еще и купили родителям в этом доме квартиру, и теперь они живут с нами в одном подъезде. Понятно. То есть вы пока не торопитесь, вы ждете завершения. Ну, я очень-очень-очень-очень. И, может быть, чтобы там уже условия какие-то... Мне кажется, первый месяц, когда Мадина показывает какое-то раздражение, что она уже хочет съехать, ей не хватает места в гардеробе. А сейчас тоже чувствуешь, да? Какая-то ее идея? Хорошо. Это звучало как упрек. Это упрек. Я не принимаю полностью на свой счет. Я понял. Я хотел спросить, Мадин. Мы все, ну, как все, я думаю, зрители, читатели Алишера, мы примерно понимаем, какой человек Алишер, откуда он, какие у него родители. Папу видим в рекламных роликах и так далее, в постах, маму тоже. Но про вас особо я не знаю, какая у вас семья. Я увидел только, что мама с папой химики, если я не ошибаюсь, да, по профессии. Да. Даже не знаю, большая у вас семья или нет. Я старший брат, мама, папа. Вас ветверов. Ну да, но вот когда я была подростком, родители развелись. Вот. Но, тем не менее, общаемся. Да, я видел, что вы вместе в кино ходили. Да, да. И в момент сейчас, когда мы находимся здесь, ее родители в гостях у моих родителей оба. Вместе. То есть они вместе, да? Да, даже будучи разведенными, они всегда, вот как у Далар, там были, там всегда по гостям вместе ходили, вот. И даже на дачу вместе ездим, вот. Что разве, что нет, в принципе. Ну это здорово. Но такое действительно бывает крайне редко. Но да, они появляются реже в моем аккаунте, потому что это все-таки ее мама. Не, это я не про то, что ты их не показываешь. Я к тому, что вот Мадина тоже. Не, она начала показывать. Да, вот в последнее время. В прошлом году. Я вижу, да. Ну у вас, вы ближе, так же бывает обычно после развода, да, что какой-то родитель оказывается ближе. В вашем случае получилось так? Или все-таки с обоими удалось сохранить отношения? Ну, нет, все равно мама ближе, потому что мы с мамой же остались. Вот. А потом постепенно у меня на папу были обиды. Бывало, там, могли даже год мне общаться. То есть я уже такая вставала в позу, такая, все, я не хочу еще с тобой общаться. Потом чуть-чуть. Мне кажется, после того, как родилась Дарья, я просто поняла, что я хочу, чтобы моей дочери был дедушкой. Потому что я сама выросла до 12 лет. У меня были там две бабушки, две дедушки, двое дедушек. Вот. И вот так папа начал приходить, он так появился. И у нас отношения сразу улучшились. Ну это здорово. Я понимаю, о чем вы говорите. У меня примерно такие же мысли стали появляться после того, как у нас родился сын. Ты оставляешь какие-то свои штуки, накопленные годами. Да. А расскажите о брате вашем. Он старше меня на 6,5 лет. Сейчас они в Испании живут с семьей. Вот. Частично племянник здесь. Что? Что сказать? Вы близки? Очень люблю его, да. Прям. Я каждый раз, когда достану с Дарьей ссориться, я так переживаю. И я говорю, ну там всегда им в пример привожу Алишера с его братьями и себя. Они же пытаются там, чтобы кому-то из них досталось лучшее. Я говорю, знаете, у меня наоборот. Я лучшее готова отдать своему брату. Или даже когда моему брату там, если что-то там не получается или плохо, я очень сильно за него переживаю. Вот. И, ну в этом, конечно, благодаря маме она всегда так. Она смогла вот эту привить любовь. Молодец, мама. Здорово. Очень здорово. Ну, раз мы заговорили уже о ваших детях, у Алишера, когда я спрашивал, приглашал его, когда на интервью в проект Ербатыр, он мне говорит, ну я же не ванилька. Я в смысле вот эти семейные вещи, воспитание детей, это не про меня. Тогда сказал ты. Но я все больше вижу детей, все больше вижу, что ты как будто, не знаю, просто показываешь больше или вовлекаешься действительно больше как будто в последнее время? Ну, мы первый раз в прошлом году съездили на отдых без Мадиной. То есть для меня это большое достижение, потому что дети всегда были на ее контроле. Вот. И это было удивительно круто, весело, надо повторить. Вот. А расскажи, пожалуйста, вот логику, как ты пришел к этому решению, почему захотелось без Мадиной? У Мадиной не получалось, как раз была защита проекта по анимации, и получалось так, что надо было в этот момент, потому что у детей были школьные каникулы. И я взял, получается, детей, племянницу, и мы уехали в Дубай отдыхать. И мы очень много времени провели вместе, и мне было дико с ними интересно, потому что, мне кажется, вот возраст уже прошел, то есть не надо там их в туалет водить, не надо там, они там не ревут, могут объяснить, что им нравится, что им не нравится, куда они хотят, чего они не хотят. Да, и потом отсутствие Мадины, это еще и отсутствие капризов сразу же. То есть, когда нету Мадины, дети ложатся вовремя спать, дети вовремя встают, никаких там, они понимают, что с папой многие вещи не срабатывают, их манипуляции, и поэтому вообще нет проблем. На прошлой неделе Мадина улетала в Астану по делам фэмили бокса, и как бы дети ложились в восемь спать, и в шесть они вставали. Когда Мадина дома, Мадина со скандалом их будет. Типа, дети, пора, уже школа, сейчас уже все, там то-се. Когда папа дома, они, тух, Алиса сработала, говорит о том, что пора в школу, все, они встали, оделись, умылись, зубы почистили, и стоят готовые к развозке. То есть, как бы в этом отношении они капризы чаще всего, и свой характер такой, они показывают все-таки ей. Да, то есть, как только мамы нет, исчезает вот этот, как бы капризы вот эти исчезают. То есть, это ты, ты также это связываешь со стадией, с их возрастом, что тебе сейчас с ними комфортней? Ой, я еще и жестче. Нет, нет, я имею в виду, я про то, что ощущение, что ты больше вовлечен сейчас. Это потому, что они чуть подросли. Возраст, да. С ними сейчас гораздо интереснее, они такие открытия делают. С ними интересно даже, там, беседовать, разговаривать, куда-то ходить. Как бы, да, то есть, когда они были более беспомощными, и им все время нужна была мама. То есть, ты ночью не вставал? Ночью не вставал. Подгузы не менял? Еще раз, как бы, дети всегда должны мне доставаться на 10 минут в день чистыми, не плачущими, вот, помытыми. Вот, и Мадина всегда давала мне детей ровно на 10 минут. Это не потому, что... Полиция, включи таймер на 10 минут. Да, да, да. Я мог с ними проводить время, играться, потому что у меня всегда было чем заняться. То есть, он не приукрашивает, так на самом деле. Ну, да. Это действительно... Ну, я... Я думал, ты иронизируешь, когда ты... Потому что ты не в первый раз это говорила. Не, ну, не так, конечно, прям... Ну, да, один или два раза было такое, чтобы я их, там, подмыл, помыл за, там, 10 лет. Ну, то есть, все остальное время всегда Мадина. Да, это было, знаете, было в Таиланде, когда я его впервые оставила с Дориёй, ей было полтора года. И он говорит, ну, сходи на массаж. И вот именно в этот момент, на этот час, когда я сходила на массаж, она сходила в туалет. И он такой, почему именно в этот момент? Почему? За что мне такое наказание? Ну, не могу не спросить, какой он отец, Мадин? И жесткий, и в то же время, не знаю, очень классный. Но дети его любят, когда надо бояться, наверное. Ну, у меня громовый голос, ну, то есть, это мои родители даже могут сказать, да, что если я начинаю повышать голос, то это как бы как раз причина для всех побеспокоиться. Потому что я же вообще стараюсь не нервничать, не ругаться. Ты редко используешь этот инструмент. Да. И поэтому для детей это триггер. Он срабатывает очень четко, если я начинаю с другой комнаты говорить о том, что что там у вас происходит? Вот. И да, ну, это, наверное, такой страх, но они уже знают, как с ним совладать, как сделать так, чтобы я быстрее успокоился. Ну, я недавно увидел это подтверждение тому, о чем вы говорите, что они его очень любят. Это пост про Достана, о том, что он готов не... Алишер его родил? Нет, готов не есть, лишь бы папа не уходил на заработки. А, да, это он недавно сказал так. Вот. И этот пост, он прям такой отклик, я на нем вижу. Я вижу, что там и знаменитые люди отметились, написали, и блогеры вкратце, что Алишер уходит на работу. Достан говорит, зачем, остань со мной поиграть. Алишер говорит, нам нужно что-то есть, поэтому я должен работать. На что Достан говорит, я... Спасибо, что ты Мадине рассказал, она не читает мои посты. А, на что Достан говорит, я сегодня уже ел. Ну, я и зрителям тоже. Я сегодня уже ел, больше не буду есть, только не уходи, остань со мной поиграть. И это, конечно, прямо в сердце. Достан еще вот прям потянулся после этого. Первый год, да. Он еще так это, постоянно подходит к нему, Алишер говорит, ну давай иди, иди. Говорю, ну что ты, а мне нравится, а мне нравится, он подбегает к нему. Ему семь. Семь. В Таиланде было такое, что я сказал, ты же мамин сын, иди к маме, да, и он обиделся. И начал плакать. И утром даже со мной не разговаривал. Говорит, я не хочу быть только маминым сыном, я хочу, чтобы у меня был и папа, и мама. А до этого это было абсолютно нормально, да, то есть ты мамин, иди к маме, потому что Дарья моя дочь. Дарья папа, Дарья не трогай маму, ты папина дочь. Да, а потом как-то так получилось, что ему, оказывается, и папа тоже нужен. Вот, и он начал больше времени сейчас со мной проводить. Он спокойно сейчас там может поехать со мной куда-то там, и все остальное. Раньше этого нет, что, как мамы нету? Да, ну вот возвращаясь к, наверное, сути этого поста, что ему тебя не хватает, что он хочет с тобой проводить время, хочет с тобой играть, а у тебя ответственность, у тебя работа. Это, наверное, вечная тема про баланс. Сколько часов в день работать достаточно? Какой доход будет достаточным, чтобы ты мог сказать, вот эти там 2-3 часа в день я блокирую, они у меня для семьи, для сына, для дочери? Ты недорассказал про тот пост, этот пост был про моего отца. Это про папу, да, там есть продолжение. Да, что мой отец всю жизнь, он работал школьным учителем, после обеда он шел рисовать на стены, то есть он занимался оформлением школьного клуба, он занимался оформлением соседнего колхоза, он занимался оформлением нашего лесхоза, он выезжал постоянно на подработки, он все время что-то делал. Он был активистом в ауле, и у меня как-то было понимание того, что, ну, папа работает, и как бы он работает для того, чтобы мы жили, ну, там, десятку, наверное, аульных семей, потому что у нас всегда были деньги, у нас всегда был достаток дома по меркам аула, живущего в советский период, да, то есть у нас всегда было дома тепло, поэтому, когда мы переехали в Алма-Ату, папа не мог устроиться на работу, и он таксовал, да, то есть и папа все время таксовал, ему было очень тяжело, уже тогда было тяжело таксовать, но все равно он понимал о том, что детям надо что-то есть, вот, и мой папа вообще без работы никогда, до сих пор, ему сейчас за 70, он все равно выезжает там, вот, до мошельника, который мы построили ему, и он все время работает. Да, 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 то есть и поэтому, как бы для меня это нормальное состояние того, что человек, как бы, ну, занимается тем, чтобы у его детей было пропитание, потому что, когда папа заболел, серьезно очень, это 90-е годы, это первое время, когда я помню, что у нас не всегда было что-то поесть, и поэтому, как бы, я понимаю, что надо работать для того, чтобы дети, я стеснялся приводить своих друзей домой, потому что мне казалось, что мы очень плохо живем, да, то есть, и, конечно, я хотел, чтобы мои дети с удовольствием, я кайфую, когда соседские дети все тусуются у нас, да, что они их приводят, что там нету такого стеснения, типа, что у нас там плохо дома, да, там, абсолютно, как бы, нормально, что они видят мир, да, там, Дарьясдастаном больше, там, 15 стран уже посетили, да, к 20 приближаются, вот, они, как бы, ни в чем не нуждаются, да, то есть, они всегда учатся в хорошей школе, носят хорошую одежду, то есть, я считаю, что, как бы, помятуя о том, что, как бы, был у нас вот такой период достаточно длинный, когда папа болел, да, чтобы вот этого не допустить, вот, я не хочу нужды этой, ну, и, как бы, я понимаю, что я понял своего отца, и Дарьясдастан с Дарьей поймут меня, о том, что меня нет, просто там другая ошибка в том отношении, что, и мои подписчики, и дети мои думают, ну, папа же на Бали, да, ну, папа же где-то там, в Исландии отдыхает, нет, я понимаю, что это работа, это работа, да, ты работаешь, это заказ, в смысле, ты там по брифу все выполняешь, это вопрос мне нет, у меня другой вопрос, у меня ощущение, что из-за детства, которое было у тебя, и какого-то затаившегося, ну, что-то вроде страха того, что все может закончиться, ты сейчас применяешь это к своей семье, к своим детям, хотя времена другие, дети другие, ты другой совсем, и тут же вопрос не про то, что ты должен теперь вот сидеть дома все время, понятно, что ты работаешь, это не безделье или работа, вопрос про баланс, то есть ты в интервью говоришь, что в прошлом году, ну, что ты сказал, миллион долларов ты заработал? Нет, миллион долларов заработали на моем инстаграме, то есть я же не все зарабатываю, собираю себе. Понятно, окей, даже если ты заработал, там, окей, 20% от миллиона долларов. Не, ну, поболее, ну, давай уже. Ну, хорошо, ну, хорошо, просто пытаюсь не натравить на тебя налоговую. А почему, мы же белые. Я понимаю, это здорово. Я к тому, что какая сумма будет достаточной, какой объем работы, когда появится уверенность в том, что я могу себе позволить взять перерыв, провести время с Мадиной? Нет, нет, во-первых, что значит взять перерыв? Я кайфую от того, что я делаю. Да, я испытываю удовольствие, и это тоже многим не нравится. Все считают, что я должен страдать на работе. Почему ты посмотрел на нее? Мадина, кстати, уже с этим свыклась, потому что у нее появляется параллельное путешествие, параллельная жизнь. Я видел, да. И сейчас мы думаем, что она тоже начнет собирать группы, с которыми будет путешествовать так же, как и я. Это же тоже заработок. Да. Вот, поэтому это абсолютно нормально. Но для многих людей кажется, что вот мы же ходим на работу, страдаем, мы же сидим в офисе с 8 до 10. Как это Еликбаев умудряется ехать в Соединенные Штаты и привозить оттуда деньги, понимаешь? Да, да. Вот, как бы, и здесь я кайфую от того, что я делаю. И я понимаю, что мне 42 года, активной фазы не так много осталось. Это правда? А учеба в топовом университете, ну, стоит там 100 тысяч долларов в полгода с проживанием, если, да. Ну, это означает, что для того, чтобы мой один ребенок отучился, ну, мне нужно примерно 600 тысяч долларов заработать. Понимаешь? Это должно быть у меня на счету. А ты по-прежнему не откладываешь? Я откладываю, но имеется в виду, что это все равно, как бы, у меня нет 600 тысяч долларов отложенных куда-либо. Вот, их нет. Ну, и они не завтра идут. И они не завтра идут в колледж, ну, мне нужно к моменту, когда они куда-то пойдут, чтобы у меня был этот, ну, миллион, там, чуть больше миллиона долларов, да. То есть я хочу, чтобы они учились в хороших университетах, да. То есть при этом я не буду давить и требовать от них этого. Если они захотят остаться, то есть мы даем право выбора. То есть когда ты говоришь о том, что придет ли Мадина на интервью, я спрашиваю у Мадины. И то же самое мы не давим на детей. Мы спрашиваем, вы хотите? Давайте вот так, а вот так, а вот так. Мы можем их подкупить, заинтересовать каким-то образом, но нет давления. То есть нет такого, я сказал, ты пойдешь, юристом будешь, как и я, как наш дед, как наш прадед. Вот этого нету в нас, да. То есть мы понимаем, что мир очень движется вперед невероятными скоростями. И может быть то, что сейчас востребовано, то, что их отец востребован, что их мать востребована, да, это может завтра никому не пригодиться, да, появятся совершенно новые профессии. И пусть они уже там сами принимают решения. Потому что я помню, мама очень сильно сомневалась, пускать меня на журфак или нет. Потому что она говорила, у меня нет ни одного знакомого журналиста, чтобы тебя потом на работу устроить. Вот, у них было такое решение. Это реалии того времени, потому что, да. Понимаю, окей. Ну вот, Мадин, у вас есть такая свобода работать столько, сколько нужно, если это нужно, там, уходить на весь день? Я так и делаю. Снимать. Да? Да. Я очень, на самом деле, я не так много работаю, наверное, там, в Инстаграме очень. Я, например, три дня уже как не выходила. Вот, я беру себе такие перерывы. Но, с другой стороны, я понимаю, что мне и хочется. И в то же время я пока одна. То есть у меня нет команды. И, наверное, нужно просто найти кого-то. Но мне, как деви, тоже тяжело обучить. Там нужно обязательно все проконтролировать. И иногда я такая, пока еще думаю, ладно, легче самой пока сделать. Легче самой. Вот. Но я пока вот так и живу немножко это. Я требую, чтобы она больше работает. Не, не, я вижу просто в аккаунте, что действительно работы там много. То есть я вижу, что партнерских публикаций достаточно. Это не так, что это происходит там раз в месяц. Все там, все хорошо. Это рабочий аккаунт сейчас уже. Да, ну вот хочется больше снимать у себя даже как-то. Потому что иногда бывает так, что приходит запрос, а я думаю, ой, ну, партнер хочет опубликоваться, а я там, например, неделю ничего не выкладывала. Да. То есть снова нужно поднимать статистику. Понимаю, когда вам поступает доход, это только ваш доход или у вас бюджет общий? Как обстоят дела? Я вообще не знаю, сколько она зарабатывает тратить. Так же, как и я не знаю, сколько она зарабатывает. А, да, даже так вот. У нас нет раздельного бюджета. То есть как бы у нас есть то, что стратегические там квартиры, машины, обучение, как бы зарабатываю на это я. Про питание, путешествие я. А как бы там помощь по дому, продукты, это все на Амадзине. Развозка детей и питание в школе. То есть мы просто поделили. У вас есть помощь? Кто-то помогает вам там по дому? Да. Уборка, готовка детей? Очень много народу. Да? Да. Здорово. Я думаю, что это такая... Почему не много? Ну, Ирки Буан, Евгений, Талгат, Алмагуль. Четыре человека. Всего одна женщина. Да, ну а это вот именно ее больше помощница. Но огромное количество домашних дел, в том числе, делают мои помощники. Классно, потому что, мне кажется, это очень часто даже у людей в нашей стране, с нашим менталитетом, у которых есть деньги, все равно не могут переступить через вот эту какую-то, я не знаю, вот эту полосу, что я прошу помощи у кого-то за деньги. Я помню еще, мы разговаривали с Арманом, с Кариной, которые были у тебя в гостях относительно недавно, и Арман говорил, что он начинает оправдываться перед людьми, которые приходят там помогать по дому, он начинает объяснять, что это все не наше, мы это все в аренде, это все, на самом деле... Мы не такие богатые. Мы не такие богатые, да. У нас в этом отношении все гораздо проще, потому что мы дольше существуем на рынке, мы спокойнее относимся к помощи, потому что мы учимся просить эту помощь, потому что, как бы, я ненавижу работать с документами, да. То есть, для меня акты выполненных работ, вот, скорее всего, ты тоже с этим сталкиваешься постоянно, они настолько меня демотивируют, что я лучше не возьму денег, да, и буду, как бы, заниматься какими-то такими вещами, да. То есть, поэтому я попросил помощи у людей, говорю, можете, пожалуйста, ну, как бы, заняться вот этими, там, всеми, документами, договоров, да, и всех остальных, но при этом вы должны защищать мои интересы, вот. То же самое касается, там, химчисток, там, какие-то вещи, которые, там, машины, масло поменять, там, умодины, шины поменять на зиму. Я не приспособлен для этого. Я вот, ну, говорят же, бытовой инвалид, да, в этом отношении абсолютный, да, то есть, и я считаю, что я для чего хорошо зарабатываю? Ну, чтобы кто-то пошел и сделал это за меня. Окей, да, примерно понимаю. Если возвращаться к детям, в одном интервью ты говорил, что, ну, может быть, не в одном, потому что, да, это такой лейтмотив, ты говорил, что ты вырос с ощущением, что ты особенный. Ну, и сейчас ты говоришь, мир крутится вокруг меня. Детей вы воспитываете так же, что они особенные, и мир крутится вокруг них? Нет, они знают, что мир крутится вокруг них папы. Ну, если серьезно, каким образом вы прибиваете им уверенность, доверие, там, к миру, к окружающим, умение отстаивать свое мнение, ну, вот такие вещи, потому что они уже в достаточно таком осознанном возрасте у вас. Как-то сложно, наверное, ответить. Ну, Дарья, вообще, Валишера, она с детства такая, я вот такая самая классная. Ну, папина же дочь, да, как ты говоришь? Да, вот она прям папина, я знаю, больше мой. Ну, нет, я не сложно сейчас ответить на ваш вопрос, потому что как-то вот все естественно. Нет, но мы с детства с ними считаемся, у нас нет такого, чтобы... Всегда это, боже мой, честны. То есть мы даже, вот, прости, что я тебя перебила, когда Дарья была там два месяца, мы впервые вышли сами поужинать, да, и я, помню, так переживала, нервничала. Вот мы дети обычно как-то, но даже, сори, даже несмотря на ее маленький возраст, мы начали уже говорить, Дарья, мы идем ужинать, нас не будет дома три часа, там, потом, когда она стала постарше, Дарья, мы улетаем на неделю. Вот, она, возможно, не понимала, но мы всегда, да, никогда не врали, что, там, сейчас вернемся, там, еще... Завтра, то есть такого не было, если мы прилетаем через неделю, часто там наши говорят о том, что вот мы завтра уже приедем, не переживайте, не переживайте, да, там, дети. Мы говорим о том, что мы приедем, там, 27-го числа, они сами считают дни, когда мы приезжаем, да, то есть и дети очень просто к этому относятся. А мы где будем? А у Апашки? А, ну ладно. У Ажеки? А, окей. То есть в этом отношении спокойно. У них всегда есть право высказать свое недовольство, они чем часто пользуются, но потом они просто с этой мыслью свыкаются, и там, вот, например, мы там летим на концерт «Пинг» в Вену в этом году, да, то есть мы не предусматриваем детей, но зато до этого мы летим с детьми в Барселону, вот, чтобы они повидали братьев и сестер, и дядю, да. Это, наверное, больше вопрос для меня лично, потому что у нас маленький ребенок, сын год и три. В каком возрасте вы впервые оставили детей, ну, сначала Дарью, видимо, да, и уехали куда-то на несколько дней? Это был март же. Март? Не помню. Да, это на Норрес мы с друзьями поехали в Европу. Нет, сколько было ребенку? Год, август-сентябрь, октябрь, ноябрь, так как время? Год и восемь, год и семь. Год и восемь. И, на самом деле, кстати, я когда уезжаю, я сейчас практически не звоню детям, я не знаю, видимо, для себя как-то вот так отрезала, потому что в тот первый раз, когда я выходила на видеосвязь, после этого Дарья начинала капризничать. Алишер говорит, все, перестань с ней разговаривать, и все, я с тех пор вообще не звоню. Вы уехали, уехали. Да, я могу за 10 дней там раза два спросить, все нормально, все хорошо. Ну, мне звонят, не пишут, знаешь, все хорошо, и даже они как-то не беспокоятся. А она в тот раз, она это, Алишера мама, вот родители Алишера вставали с ней, она брала телефон с вашей фотографией, ее целовала, вот, только лучше не знать. Да, да. Ну, с другой стороны, наверное, для ваших отношений тоже важно выбираться без детей вдвоем куда-то. Ну, потому что у меня существует формат, где я путешествую с подписчиками, у меня есть формат, где я путешествую с друзьями, у меня есть формат, где я путешествую с Мадиной, и у меня есть формат, где я путешествую с Мадиной и с детьми. четыре формата то есть и нужно же все как-то по очереди позиционировать да то есть запланировать это же дорого еще то есть это когда ты вылетаешь детьми ты выбираешь себя отели подороже там и все остальное когда мы сами мы попроще можем что-то выбрать по поводу вашей недавней поездки с детьми вы были в таиланде и вот там был некий ну что-то вроде хейты когда вы пошли на шоу трансвеститов повели туда детей разместили фото с ними и там началось в комментариях а ну вот началось в комментариях зачем это показать чем детей туда вводить вы как для себя на этот вопрос отвечаете вполне спокойно он в этом плане я благодарна ли шеру вот потому что я раньше я нормально отношусь к людям и нетрадиционной ориентации там и вот тем же самым которым да вот но был раньше момент что и лучше молчать ну то есть там если говоришь ты можешь это как-то привлечь то все там я помню даже у нас даже с альшаром первая ссора была по поводу я помню что я начала гать тебя это не спасет вот а потом как-то я я помню эту ссору но я помню ты не помнишь я вышла из машины я еще на 20 не заходил уехать не уехать телефон еще машине стоял вот потом я сейчас абсолютно спокойно что вот действительно кого какую профессию не выберут с кем они будут встречаться общаться дружить вот наше дело а если я выйду замуж за китайца можете за корейца лучше корейца японца 11 лет вы вместе раз уж мы заговорили о 40 расскажите мне каким образом вы решаете ваши конфликты у вас одинаковые стили или все-таки вы отличаетесь в этом плане как-то выглядит вот произошел определенный конфликт вы сразу хотите решить его или вам нужно отойти или кому-то так кому-то так мадин я вообще не люблю конфликтовать но и мы редко ссоримся вот но если ссоримся конечно ой я я я это я бы с удовольствием так быстро отошла мне мама учила не ложись а если ты поссорилась помирись в этот же день завтра будет сложнее вот и раньше всегда там приходила хоть он виноват вот я поговорим не хочу разговаривать давай поговорим и вот я стоял на своем вот разговаривали наоборот вы за решение конфликта сразу а может не хотите я вообще не подхожу то есть потому что в гнева я никогда не подойду первым то есть в этом отношении надо отдать должное мадине ну хоть в чем-то мы отдаем должное спасибо еда горячая всегда меня ждет никакая бы ссора не была еда всегда есть завтрак хороший приготовлен на столе ждет хороший ладно вот вот то есть там вещи и все равно стираются то есть там нет такого чтобы я страдал бы от того что там меня лишили всего вокруг да но да я никогда никому не подхожу то есть это очень сложно потому что я избегаю ссоры до последнего момента то есть я вообще не могу ссориться мне очень тяжело но если ссора случилось я всегда считаю что виноват человек который допустил ссору и значит он и должен это поэтому у меня например как бы там за 40 лет у меня есть друзья которые почему-то вдруг решили со мной поссориться хотя я с ними не ссорился да я никогда к ним не подойду ну то есть у меня как бы не хватит сил наверное там заставить себя пойти там как бы с ними сесть и поговорить то есть твоя логика ты инициировал это инициировал и должен это закончить а вот то есть потому что я не ссорюсь я если человек вот прямо вот тяжелый и с ним невозможно я дистанцируюсь но сохраняю добрые взаимоотношения то есть максимально но при всем при этом в интервью ты говоришь что больше всего достается твоим близким это маме и папе и братьям маленькие дети потому что с ними ты наименее сдержанный абсолютно то есть есть вероятность что может быть какой-то параллельной вселенной иногда ты тоже бываешь виноват никогда но это же невозможно я сейчас понял какую глупость сморозить вам не тяжело инициировать примирение так часто ну я перестала подходить в этот же день сейчас уже спустя какое-то время надоело я сейчас тоже злюсь я я считаю что он не про прав он виноват и все я вот сама себе даю ну ладно отдохнем друг от друга ну и потом когда потом постепенно все равно да ну ладно давай надо разговаривать и кто подходит потом все равно она подходит ну да как о победе как ты говоришь это не победа это просто ну как бы я так устроен ну вот что со мною сделаешь нет самое интересное что это бывает так что я говорю ты не хочешь поговорить о чем нам нужно с тобой поговорить я не знаю давай а что нам нужно разговаривать ясно ну вот так вот бывает зачем вы пришли на это затем чтобы рассказать что несмотря на такие вещи несмотря на то что в любимых людях могут быть отвратительные черты характера это не означает и про и и это не и это не означает что но у семьи нет шансов отношений шанса и так далее что мы просто работаем какие-то вещи мы просто принимаем вообще прошлый год он такой очень большое количество людей вокруг развелось да то есть и поэтому как бы я вот ну за всеми этими вещами наблюдал и я понимал что мы все еще пытаемся в случае там конфликтов в случае там ссоры всего остального как-то держаться вместе да то есть и мы понимаем что это когда-то когда я ну начинал уже объявил о том что буду жениться на амадине я встретился с ее братом вот и ее брат очень классный чувак на самом деле да дурин вот сказал мне скоро вам будет казаться что вы и весь мир против вас то есть вы вдвоем как бы противостоите всему миру вот и поэтому вот это очень важное чувство которое вы должны нам выпистывать и в этом отношении как бы я эти слова помню я понимаю что очень часто как бы как бы мы ни ругались но ближе у меня сейчас человека нет ну с кем я могу там обсудить какие-то вещи и даже пацаны и мои друзья они все равно не так часто рядом со мной да то есть один я всегда рядом будут иногда я могу обсудить какие-то вещи то есть и действительно ближе друга у меня сейчас нет потому что столько времени рядом со мною находиться может только она ну то есть не знать многие мои там какие-то переживания вещи потому что когда ты выходишь на публику ты все равно улыбку на фильтры и пошел да то есть и в этом отношении те процессы которые бурлят внутри тебя это видит только она вот и я не готов жертвовать этими десятью годами там потому что это очень важная часть моей жизни да спасибо наконец-то что хорошее сказали здорово за что вы друг другу благодарны вот если говорить о каких-то таких вот прямо фундаментальных вещах которых может быть не было бы не будь вы друг у друга сейчас за что ты благодарен мать ну мадина очень эмпатичная да то есть она переживает за любую собаку за кошку на улице она раньше приносила домой голубей раненых вот и дети у меня тоже очень эмпатичная никогда не пройдут мимо животного да то есть у них очень большое сердце в этом плане это все заслуга матери безусловно потому что я пожестче вот в этом вопросе никогда не сомневался что я женился на очень порядочной девушке да то есть мне никогда нет сомнений то есть я спокойно отпускаю мадину потому что я понимаю что я жаворонок я ложусь зимой в восемь часов вечера да то есть и я понимаю что ты не можешь диктовать человеку который является собой чтобы она тоже восемь часов легла спать потому что у нее есть подруги да там у которой восемь часов только собираются где-нибудь в городе да я ну спокойно и отпускаю спокойной душой я один это типа ну ты там не сомневаешься там я говорю ну как только во мне появится сомнение мы жить дальше не сможем ну то есть я тебе доверяю безоговорочно да я спокойно ложусь спать без вот этого там пришла не пришла там и все остальное да то есть сколько ты вчера пришла бы я сплю же ну то есть я понимаю что ты не можешь переделать человека ну не может она 8 уснуть ну не может она физически физиологически не может ложиться спать в 8 потому что даже если она дома она читает что-то смотрит дум скроллит да там что чем угодно занимается но не спит да поэтому зачем я буду заставлять ее делать то что как бы ей сильно не нравится вот поэтому когда она начинает предъявлять меня там за абьюз я говорю как какой-то фиг абьюз вот я наоборот и как бы я помню до рождения дарья она прям хотела чтобы мы все делали вместе ну то есть 24 на 7 да я говорю что ну это невозможно у тебя должны быть свои друзья у тебя должны быть свои путешествия ну то есть иначе мы очень быстро перестанем друг другу быть интересным ну потому что мы все друг друге будем знать сейчас ты спросила что ты благодарен мадине но ты рассказывал о том какой-то замечательно отпускаешь ее да и я говорю что я она порядочная до благодарен ей за это за то что она никогда не давала повода в ней усомниться вот я говорил о том что я благодарен ей за эмпатию которую она привела мне в том числе и привела детям вот и как бы что ты все известно все таки специалист по коммуникациям донес мадина же говорит что вы говорите у динара в интервью это было что вы не алишеру не доверяете женщинам не доверяет и тут же набросились женщины на моде а ну потому что я знаю что ему пишут о даже так я показываю иногда покажу да вы хотя на мой взгляд это как-то неприлично писать женатому мужчине знаю что он женат он не скрывает это вот и не он же пишет и поэтому я в данном случае говорю что то что вы ему благодарны за что ну алишер на самом деле мой такой учитель по жизни учитель жизни иногда хочется прям так я злюсь бывает но я понимаю что вот все чему он не учит все что тоже через через что мы проходим это для меня такой нужный важный опыт тоже я доверяю нас есть конечно там в шутку иногда там ну-ка скинь мне фотку там и он там скидывает фотографию там с сердечками там он и все его друзья вот такие ростов сердечки делаю там или он и тоже а ты мне скинь вот так и два пальца стоя на одной ноге я с подружками там блинка давайте сделаем вот но это конечно все такую шутку я за всем которым не знаю он очень классный мне кажется это все это видно же я думаю после сегодняшнего вечера ни у кого сам не засыпаешься любуюсь им каждый раз правильно так и надо все как мы репетировали скажите но если нас смотрят я надеюсь нас смотрят молодые пары которые еще не не прожили и дай бог им прожить как минимум 11 лет в браке может быть какие-то предостережения чтобы это мне он не наломать дров или откровенно там совет и пожелание то что вы считаете важным в построении здорового брака здоровых отношений ну один из тех советов которые мы придерживаемся это то что мы не инстапара да то есть мы там не все время там пытаемся говорить о том что я иногда дозирую количеством один и в своей ленте до чтобы это не выглядело так как будто вот вот все мы вот там продвигаем только вдвоем друг друга там любовь до гроба там действительно в рот заглядываем вы же понимаете что это была ирония сейчас да вот уже понимаете тимур да да вот и будьте тем кем вам удобно быть то есть не надо жить ради аудитории вот это одна из самых важных ошибок которые люди делают их даже не только аудитории в соцсетях а в целом живите для не для окружающих людей потому что окружающим по большому счету обсудить тебя на 5 минут на кухне и забыть о тебе да то есть какая там герои какого-то сериала вот потому что вы не герои сериала вы живые люди со своим переживанием со своими проблемами да то есть и это абсолютно нормально быть естественным вот у нас социальные сети диктуют такое что вы вот обязательно если делаете предложение это должно быть в огромном ресторане при количестве там пяти тысячах человек которые должны видеть как вы преподаете на одно колено да если вы рождаете ребенка обязательно это должна быть машина с к шарами сзади коза гиль не бир батар да там и все остальное если это свадьба это все делается для окружающих не для вас то есть вот эти вот пышные нереальные свадьбы когда люди в кредит заходят да или как в случае с моим другом он женился на девушке они потратили сотни тысяч долларов на свадьбу да и через шесть дней она уехала вернулась к родителям да вот это у моего друга такая ситуация была то есть как бы не живите для других потому что людям пофиг они вот вернуться с этого то я перемоют косточки какой был той бастар не очень да там их сархат какой был невкусный да и все я не дальше будут до следующего то я жить а вам за эти долги рассчитываться да вам как бы завтра как-то объяснять людям что вы не сошлись характерами или расставаться или наоборот пытаться каким-то образом теперь состояться заново с нуля потому что вас обезжирили за одно мероприятие вот и поэтому у нас например не было свадьбы то то есть у нас была очень скромная навсегда тоже да то есть в таиланде были близкие только друзья и все вот и вот это вот там давление общества очень сильная аж и про границы про отстаивание своих теперь уже семейных границ про то что мы не будем это делать только потому что это кто-то ожидает да например ну где-то не совсем про границы это более о том что ты не должен соответствовать чьим-то ожиданием о вас да то есть вы все равно маленькая банда вот которая существует по своим правилам вот принципе о чем я хотел сказать супер я бы еще добавила наверно надо отдать должное еще нашим родителям потому что никто не влезает нашу жизнь даже если там происходит какая-то ссора все что там на что направлены там наш родили вы должны помириться просто вот обсудите потом там например там почему дажеomnia мама всегда на моей стороне мои родители всегда на ее стороне мои сестры ягод мы тебя знаем ты виноват то есть у них всегда модина хорошая у меня наоборот а я Settings начать у моих подписчиков все самое у моих подписчиков всегда модина классная у модины плохая машина у модины нет бриллиантов у модины нету вот это вы должны ей купить. И это вот, я же еще не всем делюсь в личке, просто у нее нет. Происходим, да. Правда. Спасибо, Тим. Ну вот, в принципе, как бы тоже правило такое, что не должны вставать, потому что моя мама всегда на стороне Вазима. Папа старается не вылезать, ну то есть оставляя там личное пространство. Но все равно мы можем где-нибудь посидеть за столом, и они начинают все обсуждать меня, ну да, да. Я говорю, здрасте, я ваша дочь? Или вообще что-то вот происходит? Мне кажется, это идеальный баланс. Это тактика. Ну то есть она рабочая, потому что если бы там мама Мадзины все время вставала на сторону Мадзины, я думаю, что в определенный момент я бы сказал, забирайте свою дочь, пусть она с вами там где-нибудь поживет. А так думаешь, ну блин, ну как-то... Даже мама. Мудрая женщина? Надо. Может быть, и она вырастет мудрой женщиной. Но когда, вот вспомнила, когда мы только расписались и сообщили об этом нашим друзьям, почему-то все поздравляли только его, а мне говорили, мы сочувствуем один. Больше этих друзей нет в моей жизни. Это хорошо сейчас было, да. Спасибо большое. Я хочу... Классный, отличный разговор. Я думаю, мы бы долго еще могли сидеть и разговаривать. Но я знаю, что у вас планы дальше. Буду вас отпускать. Но в завершение хочу вас спросить. Вы после всего, что мы за последние несколько лет пережили, и, в частности, после Хантара. Вам кажется, что мы сейчас... Или даже не так, не мы сейчас, а вы больше ощущаете уверенности в будущем страны или меньше на сегодняшний момент? Потому что семья, дети, ответственность и так далее. У Казахстана более светлое будущее стало на сегодняшний момент в вашем восприятии? Я оптимист. Я везде вижу перспективы. Я везде вижу возможностей. Я всегда знаю, что я никогда не рассчитывал на помощь государства. Я никогда не рассчитывал на государство. Я всегда думал, что государство точно меня кинет. И поэтому старался что-то делать сам. И с этим я живу каждый день. И при прежнем президенте, и при нынешнем президенте, и при старом Казахстане, и при новом Казахстане. Опять же, я живу без ожиданий от государства чего-либо. То есть я понимаю, что в этом мире я могу положиться на себя, на Мадзину, на своих детей, на своих родителей, на братьев, сестер. На них я могу положиться, потому что мы все как-то умудрились вырасти хорошими людьми. Но там то, что происходит на небосклоне, мне похрен до них. Я не очень долго их обсуждаю, не очень сильно с ними дружу. Я держу дистанцию со всеми, как бы меня не обвиняли в том, что я как-то аффилирован с ними. Окей. Тогда другой вопрос один вам задам. Алишер просто, когда у него спрашивают, он говорит, что мы переезжать не собираемся, в смысле у меня нет желания эмигрировать и так далее. То есть будущее в Казахстане. Ну, да. Для вас Казахстан, вашей мечты, вашего будущего, он какой? Какой бы вы хотели нашу страну видеть? Для вашей семьи, для ваших детей, для вообще всех граждан? Ну, знаете, например, учитывая то, как я сейчас живу, например, для меня все нормально. Но когда я захожу в Инстаграм и вижу, там избили, изнасиловали, конечно, мне в первую очередь хочется, чтобы в безопасности были дети, женщины, животные. Извините, например, сейчас это болезненная тема такая немножко. Хочется, чтобы государство наконец обратило на это внимание. Ну и последние годы нас сильно беспокоит экология. Ну, то есть мы без этого не можем никак. То есть, как бы, я переживаю, что если там у Дарьи, либо у Достана начнется аллергия, либо что-то еще, нам придется все равно переехать из Казахстана. Вот. Ну, я думаю, что Мадина будет рада, потому что она все равно хочет пожить некоторое время. Я хочу пожить некоторое время. Да, за границей, а как бы я надеюсь, что эта ситуация исправится, и мы продолжим жить в Алма-Ате, потому что я был в более 50 странах мира, и я не нашел лучше города, чем Алма-Аты. То есть, это город, в котором я состоялся, город, который я обожаю. Я понимаю людей, я знаю официантов всех, да, то есть я поддерживаю огромное количество связей в течение дня. Я кайфую от того, что меня везде узнают, что у меня везде есть скидки, что у меня постоянно, что на Новый год нас заваливают подарками. Вот, как бы, и я там даже боюсь мысли, что мы куда-нибудь переедем, и все будем начинать с нуля, да, то есть, потому что мы за репутацию в этой стране боролись. Мы хотели жить в этой стране, мы хотели платить налоги в этой стране, мы их платим, мы хотим помогать здешним людям. Ну, то есть, это, там, естественная потребность нормальных людей, но здесь нужно еще отдать должное, что во время Кантара того же самого, да, мы же как в аквариуме жили, у нас самый заметный жилой комплекс в Алма-Аты, да, то есть, и я переживал даже не за нас с Мадиной, а за детей. То есть, потому что мы занавешивали шторы, мы прятались, как могли, чтобы не привлекать внимание. И очень хлипкие двери, то есть, стеклянные, да, то есть, ты всего этого, ну, очень сильно переживаешь, и ты боишься за них, и ты боишься за их будущее, потому что мы пожили, мы хотим, чтобы они оставались еще в Казахстане. Поэтому для нас очень важна эта вещь. То есть, я за то, чтобы они получили образование за границей, но применяли опыт, который они получат в Казахстане. Спасибо большое. Это крутые мысли. Спасибо. Классно. Я надеюсь, что это так и будет, будет осуществимо. За воздух отдельное спасибо. Это боль всех нас, и в последнее время не только алматинцев, но и астанчан, у которых тоже все хуже и хуже обстоят дела с воздухом, с экологией. Ну, вам большое спасибо за то, что вы согласились, пришли. Мадина, я респект, я очень ценю, что вы не отказали и решились, пришли, и очень было с вами интересно. Спасибо. Надеюсь, что с моей легкой руки вы чаще будете появляться в эфире, теперь в пространстве, да. Теперь отдельно надо тебе провести два интервью с Мадиной. Два интервью, хорошо. Ну, у меня же два интервью было, да. Чтобы вы сравнялись, конечно. Но ты же все равно должен быть в центре внимания. Не, ну вы же можете обо мне говорить даже, не обо меня. А, точно, и это тоже можем сделать, да. Спасибо большое. Алишер, вам тоже большое спасибо. Спасибо, что позвали. Как всегда, огромное удовольствие, было приятно. Надеюсь, что и вам тоже понравилось. Вот смотрите, подписывайтесь, поделитесь этим выпуском и тем, что вам понравилось, не только в комментариях, но и отрывками у себя в сториз. Надеюсь, что что-то вас сильно зацепило. Друзья, спасибо. Хорошего вам продолжения сегодняшнего дня, ну и надеюсь, что мы будем видеться регулярно. Спасибо. Спасибо. Очень большое. Я Тимур Балымбетов. Увидимся с вами скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok